Песня Инны Гельченко 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 Бабье лето, потом мужичья урзи, А вслед за ними детская зима. Не молчьте мне, Гуеву, Не давайте сайты, Будь это мистика, лабирет в душе. В голове еще полога От свиневшего лето, А в душе уже листьями осень шуршит. Стикает вы рассвета по ливневому тросу, Приходят к нам, как истина сама. Сначала бабье лето, потом мужичья урзи, А вслед за ними детская зима. Сначала бабье лето, потом мужичья урзи, А вслед за ними детская зима. Баба-баба-баба-баба, Баба-баба-баба, Баба-баба-баба-баба-баба И поспорим одну из его писан. Слово ломает весна, хрупкий лед на реке, Долгой холодной зимы, последний рубеж, Чертит на небе петлю самолет на реке, Не надышаться никак, воздух растешь. Ну а если придет ненастре, полосой будет дождик сеть, Я ладошкой укрою счастье, чтобы его сберечь. Ну а если придет ненастре, полосой будет дождик сеть, Я ладошкой укрою счастье, Я ладошкой укрою счастье, чтобы его сберечь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла... В небе плывут облака, как хорошо в облаках, Вот в этой вальте бы нам утонуть. Голубу кружит любовь, буду ходить на руках, Хочется мир для тебя перевернуть. Ну а если придет ненастре, полосой будет дождик сеть, Я ладошкой укрою счастье, чтобы его сберечь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ну а если придет ненастре, полосой будет дождик сеть, Я ладошкой укрою счастье, чтобы его сберечь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, для нас выступали Елена и Владимир Шадов. Давайте мы еще раз продолжаем. У меня в лаве не уложилось, а я только не спросила, вас считать-то все-таки уже Питером или еще? Она в Европе, в Петербурге, я в Оренбурге. А, вот так, у нас Петербург говорит, петербургский-оленбургский дуэт. Вот это прекрасно, спасибо за прояснение ситуации. Итак, мы продолжаем, и я приглашаю на сцену Александра Брыкова. Ура! За что я люблю Настю, за то, что она за всеми мужчинами ухаживает. Поздравляю! Ну что, она за что? Немножко спокойно. Продолжение следует. 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 Спасти от суеты, жестостей и боли. Надеюсь, у тебя все под контролем, В чем сомневаюсь, Господи, прости, На что Господь сиянье не спасла. Ответил мне в дискуссии тоже, Могу я быть или не быть, может, Ты здесь, наверное, в чем-то прав, И на чём моим его руках Тебя самой за всё сейчас прощаю. А если я, увы, не я решаю мою жизнь, Темнеет время, Замес, пока. И чтобы обойти жёсткий регламент, Я прошу выйти на сцену Татьяны Смарадовны. Значит, ну типа дуэт у нас будет. Микрофончик верните на место. А ей не нужен. Нужен, нужен, иначе в трансляции ничего не услышат. Она с судобереводом, она вам будет просто помогать, Понимать, что я спою. Вот это вот только конструкцию надо ставить. А то буду поменьше восприятие. Да, вот песенка называется «Хорошо бы полететь». У неё текст оказался настолько сложным, Что вот Татьяна согласилась Помочь с судовереводом, чтобы всё хорошо. Так что вся информация, даёт. Хорошо бы полететь За мечтой своей большой Хорошо бы не болеть Быть здоровым хорошо Хорошо богатым быть И карманом, и душой Быть любимым и любить Даже очень хорошо Скоро сказка говорится Ну а что в душе творится Что там будет Впереди Погоди и уходи Хорошо смотреть зарю И как солнышко зашло Я вам точно говорю Это очень хорошо 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 одетым быть Или бегать Голошом за уйти Порой заплыть Порой заплыть И как солнышко за уйти Погоди и уходи Подавив груди смешок Только лучше не смотреть Вам будет хорошо, хорошо, когда, друзья, вам нальют на массажок. Ну, а если вам нельзя, трезун тоже ничего. Хорошо найти слова и сложить из них стишок. Острова, трава, неба, рифма, это хорошо. Хорошо бы подрасти, ну, хотя бы на вершок. И при этом расцвести даже очень хорошо. Скоро сказка говорится, ну, а что в душе творится? Что-то будет впереди. Погоди, не уходи. Что-то будет впереди. Погоди, не уходи. Я прошу. Ну, она не будет руками размахивать, она еще и стихи читает. Оставляю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Последнее произведение, что мы сейчас вместе с Сашей исполнили, было «Хорошо вам полететь», и я продолжу эту тему, стихотворение, авторское, «Васня о сильной вороне». Рассказ пойдет о Воронете, блистающей в вороньем высшем свете. Суперзвезда Бамонда на помойке, красотка из района новостройки решила в одночасье полечу на юг. Еще никто из распальцованных подруг не подвергал себя подобной пытке. Воронете сил и чувств избытки, красавицей такой я родилась не зря, на юге покажу во всей красе себя. Тут лебеди, случилось, пролетали, услышав это, дико гагатали. Живешь в престижном, дорогом квартале, таких кормушек мы на юге не видали. «Ты с жилером не висись, опасен путь и страшен, а крылья у тебя не так сильны, как наши». Ворона и прокаркала в ответ, сильнее вороны ты, птицы нет, не испугает меня дальний перелет. Где пункт отлета и во сколько взлет? Вот день отлета незаметно подошел. Ворона счастлива, как хорошо, ведь о всесильной воронете статью напишут в интернете. И битый час без тени утомления подруга всем давала наставление. «Вы, главное, меня не забывайте, газеты свежие хоть иногда читаете». Крылом махнула милому соседу. «Прощай, чернышу, я не вернусь к обеду. В заморских странах ждет меня успех. Я воронетта, я прекрасней всех». В лучах заката лебединой стаи любуются матросы, восклицая. «Смотрите-ка, урод, не птица, за лебедями дают стремиться». Ворона плюнула матросу в глаз. «Посмотрим, кто урод из нас!» На островах, затерянных средь вод, с тревогой стая воронету ждет. Но нет ее, доколе видит око, раскинулась морская даль широко. Видать, помогила ей соленая водица. Но кто там в небе матерится? Из тучки в птицу вырастая, ворона приближается, живая. Слегка потрепана, поблекли перья, но важная, аж до изнеможения. Ее лебеди с тревогой утвердят. «Лети, ворона, милая, назад. Здесь отдохни и возвращайся. А с нами лучше не тягайся. Ведь впереди еще опасней путь. Ты сгинуть можешь, утонуть». «Я сильная, я все сама решаю. Я воронета, я одна такая». По берегу песчаного прошла, ни зернышка съестного не нашла. И в путь отправилась голодной, но сильной, смелой и свободной. По морю волны ходят ходуном. Дождь плещет, петербет, грохочет гром. И силы нет у самой сильной птицы Достичь обетованной границы. Простила стихо с матерью, с отцом, с подругами, С примилым чернышом. Он лакомство и добывал в избытке. Случалось даже крепкие напитки. Дарил духи на их излюбленном балконе. Духи в расколотом, но золотом лаком. Обласканное солнцем побережье не радует. И лебеди в надежде до наступления кромешной ночи ворону ждали. Но не очень. Печально чайки прокричали. «Ведь вы ее предупреждали!» Ночь, звездами приколотая к небу, Разгласила темных сил обеду. На утро нечто просвистеть в ветвях. Кудое, полудохлое, соплях костями брыкнулось на берегу скалы. Аж содрогнулись горделивые орлы. Но к брыкку подлетели дружно. Нет, эту падаль есть не нужно. Костяном и продрял им животы. Бряк встрепенулся, прохребел скоты. Прекрасный лебедь мимо проплывал и в куче мусора Знакомую признал. Ворона, поздравляю, молодец! Мы думали, тебе давно конец. Воистину, ты сильная натура. Да, сильная, но я такая дура. Проходят годы, пролетают. Я воронета. Я одна такая. Спасибо. Еще вчера у меня родилось стихотворение. Прям так неожиданно. Я, знаете, лет, наверное, пять уже не писала стихов. И вдруг родилось. Прямо села и записала. И поэтому я ее сейчас по бумажке прочитаю. Вообще, я всегда говорю, что читать стихи по бумажке это то же самое, что есть конфеты с фантиками. Так что вот я сегодня буду при вас есть конфеты с фантиками. Крупный печатный, не так не надо. Небесный магазин. Случилось некой важной даме попасть в небесный магазин. Как повезло. Судите сами. С товаром множество корзин. Любовь, здоровье, счастье и отрада. Богатство для спокойствия души. Есть грусть святая. Много шоколада. Все по карману. Сущие гроши. В покупках дама понимала. Мне все придется ко двору. Но сколько брать? Вдруг будет мало. И мысль терзает. Как добру. Любовь, здоровье, счастье и отраду. Богатство для спокойствия души. И грусть святую. Шоколад не надо. Как дотащу все. Стоит-то гроши. Покупку Бог оформил скоро. По просьбе важной госпожи. И в руку с песнем без укора Заказ готовый возложил. Любовь, здоровье, счастье и отраду. Богатство для спокойствия души. И грусть святую. Это тоже надо. Плюс бонус сверху. Сущие гроши. Здесь все. Взлетела бровь дугою. Похоже, дама смущена. Бог успокоил. Бог с тобою. Согласно списку. Семена любви, здоровья, счастья и отрады. Богатство для спокойствия души. И семя грусти. Это тоже надо. Плюс жизнь в рассрочку. Подпиши. Что значит жизнь дана в рассрочку? Чем за нее платить должна добрейший Бог? Не парься, дочка. Тобой назначена цена. Любовь, здоровье, счастье и отрада. Богатство бесполезно для души. И грусть святая. Это точно надо. Жизнь продолжается. Дыши. Да, да, да. Именно так мы продолжаем аплодисментами. Татьяна Непарадна, спасибо тебе огромное. Действительно, очень интересная. Не только поэтическая, но даже скорее театральная минутка получилась. Даже не минутка, но очень театральный номер. И очень это здорово. Ну а сейчас мы вернемся к песням. И вот многие зрители косятся и спрашивают, когда же будет перерыв. А вот после следующего артиста. Я приглашаю на сцену на Ольгу Зеленскую. После этого мы немножко проветрим. А вон сзади стоит. Фипитр вот рядом с Востоковским влагом. Это вопрос о том, что они только мальчиками. Ты тут коселешь? Мне, пожалуйста, после его времени меняют. Что они меняют? А, ну, нет, ты не смотри. Ничего. Я, конечно, понимаю, что родной клуб. Восемнадцать лет, такая цифра. Ну, в голове с вами круто. Ты целуй меня везде. Восемнадцать мне уже. Я получу его за собой. Спасибо. Я сейчас приколу. Извините, пожалуйста. Если ты ее не будешь петь? Я буду грустить. Олег Петяев. Неутешительные выпады Приходят в голову к зиме. И лес прозрачен, словно вымытый. И в светлом поле дремлет по зиме. Ягоньки по краю вышатые. И ночь приходит в тишине. Не мучительная, незабольная, А спокойная зимная ночь. Берется птица в груди беспокойная. И ничем не может помочь. И долгожданная бессонница Для размышлений и признания К столу над лампочкой разгонится И будет мне шатать слова. А может, что-нибудь исполнится И для меня откроет знания Наутовое все здания Вправо вступившая зима. Не мучительная, незабольная, А спокойная зимняя ночь. Берется птица в груди беспокойная. И ничем мне не может помочь. Неутешительные выводы Приходят в голову осень. Неутешительные выводы Приходят в голову к зиме. Как будто падаешь с обрыва ты На первый лёд на нашем озере. И челоси лето вылеты Дугая птица в шуме. Не мучительная, незабольная, А спокойная зимняя ночь. Берется птица в груди беспокойная. И ничем мне не может помочь. Вадим, октавер можно прибрать. У меня тут свой бас есть. Народ жалуется, что в трансляции бас не слышно. Надо микрофончик-то фундамент. Надо подзвучить? Нормально. Ну что, вы же хорошо? Давай я. Выпределись, чтобы ты куда справляешь, пожалуйста. Лучше хвост дайте. А, хвост еще? Нет, нет, хвост это многое. Все, тебе не дохватит. Это хватит. Это еще ничего. Ну это колхоз. Пас бежит. У тебя жалуются, что не видно. Шашечки и гем. Нас хочется перебить, да пойти уже до поема всего. Можно я сфотографирую эту новую? 18 нам уже, вон, нога целая. Александр Иванович. Рядом огни, ослепительно яркие. Рядом звучал изумительный джаз. И кажется, жизнь, раздавая подарки, Вот-вот остановит свой выбор на вас. И я прохожу, раздвигая про кожу, Под жаркий прицел, вопрошающий глаз. И тут понимаю, о боже, Ведь я не умею играть на заказ. И все же не гожем проптаться на судьбу В такой золотой серединке. И вот я стою, и я тую в трубу, С мечтой о зиме небо-тихо. Рядом любовь, и вправо к Шиколею, И там на мосту, и стёртых битвей. А то и лужу, только то и внею, Что некогда я сам себе подарил. До края полна, мы старый шляпун, Под лыбишь девой, а к телу брюра лили лист. Как будто мочей, щедрой лапой Мне кинул последний беновый лист. И все же не может роптаться на судьбу, Нашла сырно-больная тенка. И перекрестила меня, как в гробу, И сунула ровно подвёртки. Я, впрочем, не прочь, Искать компромиссом с хорошим колес И стаканом вина. Но полночь грядёт, все уже разошлись, А шляпа ладонь, как гроба льна. И я ухожу в полмрак переулка С последней руладой вдоль сурочных стен. И вся моя боль в этих звуках Так делает каждый серьёзный джазмен. И всё же не может, что ноги покрыли, И с дружью не в такт попадая. Придётся тудеть до весенней поры О зимней яблоке мечтая. И всё же не может отдать на судьбу, Что я не дудел по заказу. За это тудело я восслаблю другому, Она не соврала ни разу. За это тудело я восслаблю другому, Она не соврала ни разу. И так, друзья, Ольга Зеленская на сцене, И она объявила антракт. Субтитры создавал DimaTorzok